Как вы считаете, почему дебанк можно считать будущим ближайших лет в мире Web3 и особенности Web3 социальных сетей? Можете пока что поставить видео на паузу, написать свои мысли в комментариях, а дальше я расскажу свои мысли, посмотрим, сходятся ли наши с вами взгляды по поводу дебанка и по поводу того, что может быть в будущем с этой площадкой. А давайте, собственно, приступим к разбору. Сегодня я хочу подробно показать вам все фишки касательно дебанка, как здесь зарабатывать, как здесь поднимать рейтинг, что я считаю, наверное, самым важным, потому что именно рейтинг олицетворяет то, кто вы есть в этой Web3 социальной сети и сколько потенциально вы можете здесь зарабатывать. И, конечно же, претендовать на будущий аирдроп, ретродроп от вашего рейтинга, от вашего вклада в саму площадку, от вашей активности. А любые алгоритмы на любых площадках работают так, что чем больше вы даете активности, посты, комментарии, какие-то подписки, подписчики, чем вы какие-то перегоняете ресурсы, что-то делаете, что-то покупаете, тем больше вы показываете, что вы активный пользователь и вы на что-то можете претендовать. Дебанк в данном случае не исключение. И лично я считаю, что это абсолютный гем в мире Web3, потому что лично сужу по себе. Еще несколько месяцев назад я вот смотрю у себя в телеграм-канале первый пост, я писал о Дебанке, когда я уже начинал им пользоваться еще в начале года. Тогда я просто смотрел там, легко было проверять свои балансы, вести некий учет. То есть мы заходим, здесь, собственно, все предоставлено, все в наших сетях, все транзакции. Когда кто получил какой-то airdrop, куда ушли ваши деньги. С помощью Дебанка я нашел то, что у меня был взломан аккаунт и у меня уходили деньги со счета. Я вовремя отключил, соответственно, это вредоносное подключение. Меня угораздило подключиться на плохой, собственно, сайт, который украл. Там пару сотен долларов у меня успел с кошелька. Но не суть. Тоже все это я увидел у себя с помощью Дебанка. Поэтому, даже если не брать airdrop, мы понимаем, что чтобы что-то имело какую-то ценность, этим должны пользоваться люди. Представьте, сколько выходит проектам, ну, 90-95%, которые абсолютно не имеют никакой ценности. Ну, вышел этот токен, мы ждем его в листинга, потом покупаем, продаем. Ну, какая польза, мы этим пользуемся или нет? Дебанком мы пользуемся и мы будем им пользоваться. Потому что у нас здесь есть возможность общаться с другими людьми. То есть я уже общаюсь с некоторыми людьми, делюсь мыслями, они делятся со мной, как здесь развиваться, какие факторы влияют, что может помогать нам в этом и так далее. Наблюдаем всякие тенденции, динамики и с помощью вот этих цифр, что как оно влияет, можно, собственно, провести аналогию, что влияет на рейтинг, на наш. А рейтинг это главный, как я уже сказал, потому что с помощью нашего рейтинга можно уже зарабатывать, даже без какого-то ожидания аирдропов, ретродропов. Собственно, смотрите внимательно, что можно здесь делать и как мы можем развиваться в дебанке. Первое. Качаем свой рейтинг. Как это делать? Влияет на рейтинг наш TVF. Раз. У нас влияет на рейтинг наш баланс и влияет на рейтинг, я считаю, наша активность. Что я имею в виду под нашей активностью? То есть нам стоит делать интересные посты. Ну, то есть как? Мы можем делать пока что то, что у нас получается, но желательно, чтобы это несло пользу другим людям. Как и в любой соцсети, будь это инстаграм, ютуб, телеграм. Если мы несем пользу обществу, за нами наблюдают, нас смотрят, нас комментируют, вставят какие-то реакции. И это все влияет на то, что мы набираем какие-то рейтинги, просмотры, подписчиков и так далее. Здесь не исключение. Первым делом, если у вас просто нулевой аккаунт, я рекомендую начинать что делать? Я как делал? У меня был рейтинг тоже там за 30-40 тысяч. Сейчас уже понемножку поднимаюсь. Но даже смотря на то, что у меня вот этот TLV 20 миллионов, потому что на меня подписался человек практически с этим всем объемом. Вот у него 19500. Как я подписался на него, он на меня. То есть я подписался, что-то комментировал, сделал репост. Поэтому важно, вы заходите во вкладку стрим. И здесь комментируете, ставите реакции. Какие можно ставить реакции? Вы ставите, допустим, вот есть реакция Trust. То есть это некая правда, вы подтверждаете, ну некий лайк. Или же вот этот крестик, это ну как бы какая-то неправда, дизлайк. Я предполагаю, что эти Trust могут иметь определенные значения, если вы делаете посты. И какие-то люди, вот допустим, возьмем вот этого человека, который имеет рейтинг 79. Если он вдруг отреагирует на ваш пост Trust, вероятно, это может дать вам дополнительный рейтинг. Я в этом не уверен, но есть такие наблюдения, что может такое влиять. То есть, если вы делаете интересные посты, их замечаете. Но чтобы их замечали, для начала вам нужно иметь хотя бы каких-то подписчиков. Как их обзавестись этими подписчиками? Во-первых, можете подписываться на меня. Я подписываюсь на всех, кто имеет больше баланс хотя бы в 100 долларов. Потому что это какие-то активные аккаунты. Я понимаю, что эти люди что-то пытаются делать. Потому что если у кого-то там ноль подписчиков и человек ничего не делает, то как бы зачем мне на него подписываться? Видите, сколько есть таких, на которых просто по нулям баланс. Если у вас нулевой баланс, то рассчитываю на то, что у вас будет какой-то хороший рейтинг. Ну, то есть, тоже не стоит. Потому что наш баланс все-таки определяет роль нашего аккаунта. Но есть определенные нюансы. Допустим, я сегодня завел 720 долларов в USDT. У меня был рейтинг там где-то 16900. И он после этого не изменился. Я завел еще в BNB. После этого мой рейтинг немножко там где-то на сотню позиций изменился. Дальше у меня еще прибавилось 2000. Буквально перед записью видео я написал человеку high. Я обычно как делаю? То, что я вам тоже рекомендую. Если вы видите каких-то интересных пользователей, вы можете вот зайти в вкладка стрим. И вот здесь есть вот такие лидеры по постам, которых набирает вот этот некую поддержку аудитории. Назовем это так. Я до конца не знаю, что это значит. Я тоже имею здесь какую-то цифру. Если бы у меня эта цифра была 40 долларов, то, скорее всего, я бы тоже был в этом рейтинге. А вот эта цифра влияет, исходя из того, какие вы посты делаете, сколько они имеют реакции и имеют вот этой поддержки. То есть, смотрите, я открываю некую свою ленту постов, свой стрим, и в нем есть определенные реакции. То есть, в нем есть комментарии немножко, есть вот эта реализованная стоимость. Видимо, как раз таки вот эта реализованная стоимость за день влияет на то, чтобы вы попадали вот в тот рейтинг. И вот здесь показывается вот эта цифра вашего аккаунта. То есть, видите, у меня на разные, это зависит от охвата моих постов. То есть, чем больше вы пишете, чем больше вас замечают, тем больше эта цифра будет подниматься. Если вы будете в этом списке, то на вас просто смотрят, и на вас хочется подписаться. Вы смотрите, у человека 40 тысяч на балансе, у него большой VF, у него хороший рейтинг. Я ему напишу, то есть, я на него подпишусь, я проверю, сколько у него стоит SayHi, 1 доллар 10 центов. В принципе, можно ему написать. То есть, я ему пишу, допустим, Hi. И сразу можно написать ему, я писал какой комментарий. Допустим, вот я пишу человеку привет, и пишу ему, что буду благодарен за взаимную подписку. Таким образом, если я человеку заплатил доллар, и он имеет хорошие рейти, то почему бы ему не подписаться на меня, если я проявил некое уважение. Потому что я понял, что тот, кто пишет первый, он открывает переписку, и он, собственно, платит. А дальше, соответственно, уже мы начинаем переписываться, и таким образом можем общаться дальше. Поэтому, если кто-то хочет писать мне, у меня пока что 10 центов открытая переписка, конечно же, кто мне пишет, я в любом случае вас замечу, мы с вами пообщаемся. Я на вас подпишусь взамен. То, что я понимаю, исходя из своего начального развития, что не только баланс, который у нас на счету играет роль, а важно, сколько у нас все показатели, какой у нас рейтинг и так далее. Допустим, на меня подписался человек, и он мне принес 2000 плюс рейтинга, хотя у него на балансе 16 всего лишь 1000. Но у него хороший рейтинг 757. И он отреагировал на мои посты, подписался, и я, собственно, исходя из этого, поднялся в рейтингу. Вот так оно все работает. А если у нас хороший рейтинг, то это уже работает на нас. Смотрите, вот этот человек, который в рейтинге на 11 месте, чтобы ему написать say hi, то есть просто привет, у него стоит уже ценник 13 долларов. И это логично. Если вы развились до такого уровня, вы, конечно же, поднимаете эту стоимость. Это делается вот здесь во вкладке high. Вы можете по факту поставить здесь любую сумму, хоть 99 долларов, хоть сколько, и люди будут вам писать. Если вы будете там на первом месте, вы вдруг отреагируете и подпишетесь на них. Важно смотреть, вот у нас есть кнопочка more, и в App3 рейтинг. Мы видим, кто на первом месте, какой у него рейтинг, что у него как, и, соответственно, эти люди, на сколько людей подписывать. Если они мертвые, в плане того, что они на кого не хотят подписываться, то тогда с ними нет смысла вести диалог. А те вот здесь 700 подписчиков, вот этот человек, который на меня подписан, у него 700 и так далее. Вот эти люди, которые идут на обратную связь, с ними попробуйте заводить диалоги, комментировать, делать репосты их постов и так далее. И это ваш шанс нарастить свой рейтинг и подняться в будущем тоже в топы, и уже поднимать свой ценник, на этом зарабатывать, писать посты, попадать вот здесь в рекомендованные, и, возможно, здесь будут какие-то тоже дополнительные награды. Все это в процессе только разработки, и мы можем быть с вами одних с первых. Даже если мы не заработаем, не получим какой-то airdrop, если вдруг его не будет, хотя я думаю, что он будет, мне кажется, процентов 90-95 я даю, они собрали 25 миллионов инвестиций, они уже зарабатывают на то, что все это делают, там есть определенные комиссии, у них также есть такая вещь, как Pro, некая Pro-версия DeBank, и чтобы ее получить, нужно заменить свой Web3 ID, то есть вы его покупаете за 96 долларов, я пока что в размышлениях, но, скорее всего, я его куплю. Здесь сказано, что их всего лишь 100 тысяч, первых за такую цену, и это тоже для них плюс 10 миллионов к ихнему капиталу. Ну, в принципе, они вероятно этого заслуживают, если они так хорошо все это выстроили. То есть изначально это была просто площадка, где люди могли смотреть свой баланс бесплатно, да, а сейчас в будущем это набирает обороты, и уже сам DeBank говорит о том, что есть вероятность в том, что будет какой-то airdrop, что стоит делиться своей реферальной ссылкой, вот она у нас здесь есть, и если мы чем больше приглашаем людей, тем больше мы вот это все развиваемся, то мы имеем шанс что-то получить в будущем. Давайте разберем еще важные факторы, которые могут повлиять в будущем на airdrop и все другие нюансы. Вот у нас есть кнопочка More, здесь, в принципе, конечно же, очень важную роль играют вот эти значки, а то, что у меня один значок, это плохо, если у вас больше, то это очень хорошо, мне буквально не хватает там 300 дней, чтобы получить еще один значок, но ничего подождать придется. Исходя из своего опыта, скажу, что человек, которого заминтил три значка, поднялся там с 8000 рейтинга до 2000. У него, конечно же, есть и подписчики, есть и на балансе, есть и вот эта цифра тоже хорошая, но не суть. У нас примерно одинаковые цифры, у меня на балансе там буквально немножко меньше, но в рейтинг он тысячный, я 14 тысячный, то есть можем оценить, насколько играет роль вот этот бейдж. Вот, так что это важно, его заклеймите, если он у вас есть. Дальше, что мы смотрим? Дальше здесь есть вкладка reward активности, и я даже случайно тоже получил один point и один доллар за то, что мне написали high. Это еще было раньше, тогда была такая активность актуальна, сейчас она пока что не актуальна, но они уже регулярно, как я вижу, ее запускали, видите, нулевой уровень, потом второй раз запустили, третий и так далее. И здесь есть призовой фонд, и кто вам писал, там определенно случайным образом работали алгоритмы, что вы могли получить вот эту награду в виде доллара, в виде поинта, а поинты могут иметь определенную ценность тоже на вашу активность в учетной записи. Чтобы посмотреть активные в процессе различные такие активности от дебанка с наградами, мы здесь смотрим. Вот это буквально заканчивается уже на днях, 30-го числа, и, скорее всего, может быть какая-то новая, мы будем, собственно, за ними всеми наблюдать. Здесь какие еще не стартовали, будем здесь внимательно следить в любом случае. А дальше есть еще кнопочка вводить, то есть голосование. Здесь вы можете поддержать какое-то из голосований, например, человек что-то пишет, мы можем что-то посмотреть, вот, допустим, я здесь пролайкал, ну, то есть проголосовал за это скам токен PolyHeader, кто-то запустил вот на CoinMarketCap токен, который является скамом, то есть проект еще не вышел, а токен уже кто-то решил запустить. И, соответственно, этот человек выставляет такое голосование, за него, вот я проголосовал, сюда на стрелочку нажимаем, он собирает какое-то количество общих балансов людей, которые проголосовали. Также вы себя здесь в списке находите, то есть так оно здесь работает в голосовании. И также рекомендую поставить какое-то свое голосование, потестировать, здесь выбираете что-то токен, допустим, какой-то delisting токен, здесь что-то вставляете, какие-то названия и постите. Это тоже, я считаю, важная активность, стоит ее поделать, видите, кто-то мне написал, человек, возможно, подписался на меня тоже в ответ, я ему писал, хай, платил ему, вы ищите, чтобы платить как можно меньше, там 10 центов, 50 долларов, это уже если прям человек очень интересный для вас, он там в сотне рейтинга и такого можно написать, но опять же, это вам ничего не гарантирует, что он на вас отреагирует. Видите, у меня подписался этот человек, с которым я пообщался, мы смотрим по фолловерам и вот у него 113 тысяч, то есть это меня предвинет в рейтинг очень хорошо из-за того, что я получил вот такого подписчика. Оно, кстати, не обновляется не сразу, спустя там, я думаю, 5-10, может быть, 20 минут идет обновление рейтинга, это тоже учитывайте, сразу это не отследите, давайте зазор во времени. Дальше, баланс лейер 2, я рекомендую пополнять его с разных сетей, допустим, выбираем, что мы можем выбрать, оптимист, выбираем USDT, смотрим, что у нас есть на балансе в этой сети и допустим, пополняем. У меня здесь есть 2 доллара, я пополняю, переключаю, собственно, сеть на оптимист, и так я рекомендую как пополнить, так и вывести на разные сети. В разных сетях там разные комиссии, например, на оптимист, полигон там по центу вроде как берет сам Дебанк, на арбитрум уже стоит там что-то 50 центов вывести, то есть мы заводим на Layer 2 решение депозит и выводим обратно на Layer 1 таким же образом через кнопочку вывод, выбираем определенную сеть, допустим, это Binance Smart Chain, выбираем токен, здесь мы выбираем то, что есть в резервах Дебанка, выбираем USDT, и вот у меня такая сумма здесь пока что на балансе, я вывожу здесь комиссия 6 центов в Binance Smart Chain в полигоне я говорил цент вот в арбитрум еще тоже дорогой там по-моему 50 центов давайте выберем USDT 55 центов поэтому это тоже потестить эту функцию я считаю она может быть важной вот так что в принципе все а насчет того чтобы заметить свой Web3 ID я думаю это тоже может иметь смысл и скорее всего я на днях его возьму я пока что подумаю я его возьму тоже посмотрю как это повлияет на мой рейтинг ну и собственно желаю всем удачи будем коммуницировать с вами будем общаться здесь кстати вот этот live chat если вы заходите к какому-то подписчику или ко мне здесь допустим я пишу там привет или хай я то есть показываю таким образом реакцию своим подписчикам то есть я могу написать по-разному могу написать всем привет и соответственно если понимаешь кто меня понял они могут увидеть мое сообщение и отписать соответственно здесь в этом live chat Здесь можно писать только раз в 3600 секунд, но, кстати, важный нюанс, если вы зайдете на хорошего, какого-то тоже продвинутого человека, который имеет хороший рейтинг, и в его чате написываете что-то, это может вам тоже каким-то образом помочь. Да, то есть, здесь человек поставил high order 420 долларов, конечно, оптимистично, ну и здесь, видите, кто-то общается, здесь вот уже тот, кто на меня подписан, здесь как бы такой взаимообмен людей, которые, в принципе, активные, они сразу помечаются, их немного, то, что я заметил, так что будьте одними из тех, кто будет одними из первых, кто будет активным и кто будет в топе. Желаю всем удачи, надеюсь, видео это было для вас полезным, подписывайтесь на канал, YouTube, Telegram, делюсь только качественной информацией, никакого скама, вы, кто давно меня смотрит, уже это все знаете, так что до скорых встреч.